В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 317 лет со дня основания. 29 июня 1706 года осветили первую церковь на Саровской горе. Новое поступление. Редкий фонд библиотеки Маяковского пополнился выпусками газет «Сарова-Сатисские ведомости». Денежки разные, денежки важные. Разговор о финансах прошел в Пушкинке. Далее расскажем обо всем подробно. 29 июня 1706 года. День основания Саровской пустыни. В этот день на старом городище у слияния рек Сатис и Саровка освящена первая церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Это событие положило начало созданию монастыря. Большой вклад в изучение монастырской истории внесли краеведы исторического объединения «Саровская пустынь». Историческое объединение «Саровская пустынь» существует более 30 лет. Простые любители истории когда-то даже не могли предположить, что заново откроют для саровчан таинственное прошлое города и внесут весомый вклад в возрождение Саровской пустыни. Наиболее известными и значимыми для города стали три краеведческие работы исторического объединения. Установка камня на месте, где тысячу дней молился Серафим Саровский. Поиски и вскрытие купальни на ближней пустынке, и раскопки, и открытие саровских подземелий. Именно любительское историческое объединение «Саровская пустынь» стало инициатором и активным деятелем в вопросе раскопок монастырских пещер. После подписания всех документов и разрешений, раскопки подземелий под монастырем начались в апреле 1992 года. Мы не знали, где копать, потому что просто... Но однажды к нам пришел человек, который сказал, что я знаю, где вход. А мы задали вопрос, а вы будете с нами копать? И он согласился с нами копать, и мы, я точную дату могу сказать, 18 апреля 1992 года начали раскопки там, где он указал. Пока раскапывали, вывезли около 25 самосвалов мусора, которым был забит вход в пещеры. После того, как подземелье нашли, у исследователей началась работа по составлению плана пещер и раскопкам завальных ходов. Историческое объединение «Саровская пустынь» практически с первых дней основания занималось поисковой и краеведческой работой. Много работали в архивах других городов. Во время походов и поездок энтузиасты систематизировали большое количество материалов, связанных с Саровским монастырем, создали фото и видеоархив, собрали коллекцию экспонатов. Со временем в клубе накапливалось все больше интересных материалов по истории пустыни. В начале 1990 года у объединения появился свой первый краеведческий музей. В экспозиции исторического объединения есть интересный экспонат. Памятная табличка об освящении подземного храма 1711 года. В одно из каких-то событий эта надпись исчезла. Это примерно лет 15 назад. Ее вырубил кто-то. Через некоторое время отцу Никона, настоятельу Саровского монастыря, пришел человек и принес эту надпись. Чувствуется, не знаю, совесть у него заговорила или нет. И мы ее уже поставили сюда. После закрытия первых двух музеев историков принял под свое крыло Свято-Успенский монастырь Саровская пустынь, чье название носит историческое объединение. Теперь экспозиция располагается в здании Духовно-научного центра. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. В отдел редкого фонда библиотеки Маяковского краевед Валерий Ганькин передал несколько выпусков газет Сарова «Сатиские ведомости». Подаренные библиотеки издания дополняют картину представлений об истории Сарова. С архивными документами познакомилась и наша съемочная группа. Тема истории Саровской пустыни неисчерпаема. Над ней трудились не одно поколение саровских краеведов. В этом году отмечается 120 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского. Тема примечательна и символична, что в Майковке, в музее редкой книги, появились экземпляры газеты «Сарова-Сатиские ведомости». Их подарил библиотеки Валерий Ганькин, один из членов городского исторического объединения «Саровская пустынь». Часть выпусков ему подарил издатель газеты и основной автор статей Игорь Макаров. А часть выпусков газеты досталась Валерию Николаевичу от его дяди краеведа. Это газеты 90-го и 91-го года, 2-й, 6-й и 7-й выпуски об истории Сарова, Саровской пустыни и вообще знаменитых людей. Например, история пребывания Суворова в Арзамасе или высказывания известных знаменитых личностей, деятелей истории и культуры о Серафиме Саровском. Также фонд библиотеки Валерий Ганькин передал выпуск «Рассказ газеты», который ему подарил Тамбовский издатель. В газете на первой полосе написано о новой книге «Марины Климковой. Саровская пустынь. Два века истории и культуры». В музее книги проходит выставка «Шедевры в медалях». На ней представлены три коллекции драгоценных медалей и плакеток императорского монетного двора. Романовы, императорская династия России, шедевры мировой живописи и Альфонс Муха, времена года. Редкие книги по медицине до революционного периода издания преподнесла в дар читателям Маяковки заслуженный ветеран города Валентина Пономарева. Также недавно один из жителей Сарова передал в библиотеке редкое старопечатное издание «Четвероевангелия XVIII века». Сам он рассказал о том, что эта книга была найдена им в погребе избы в одной из местных деревень. От бабушки ему досталось. Переплет книги выполнен из дерева. Сверху покрыт металлическим окладом с чеканным изображением. На передней крышке и корешке – сцена из Евангелия. На задней крышке – изображение Николая Чудотворца. Текст украшен буквицами и заставками. В конце книги помещены таблицы евангельских чтений по годичному кругу, по месяцам и по разным богослужебным поводам. Не перечислить всех дарителей, которые передавали читателям Маяковки, будущим поколениям, замечательные издания. Среди них и Радий Иванович Илькаев, и протеерей Владимир Кузнецов, который несколько лет назад подарил замечательное издание «Библия» 1790 года. Здесь можно полистать и красочные каталоги аукционного дома в Дюссельдорфе, которые передал Владимир Пухов, владелец галереи «Русская икона». Посетить музей книги можно в часы работы Библиотеки Маяковского. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саровская православная гимназия объявляет набор учащихся в 10 класс на 2023-2024 учебный год. Предметы для углубленного изучения – математика и литература. Отдельно планируется набор в кадетскую военную подгруппу 10 класса. Правила приема можно узнать по телефону 7 55 15. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще около полутора миллиардов рублей. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, а также участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и детям-инвалидам. Глеб Никитин официально выдвинул свою кандидатуру на второй губернаторский срок. С 8 по 10 сентября пройдут выборы губернатора. На конференции «Единой России» большинство голосов отдали за Глеба Никитина. На 345 из 354 делегатов поддержали его кандидатуру. 14 ДТП с наездом на пешеходов произошло в Сарове в прошлом году. В авариях погиб один человек. 11 пешеходов, в том числе 4 ребенка, получили ранения различной степени тяжести. 10 ДТП произошло по вине водителей. В 5 ДТП в темное время суток на одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы. Для предотвращения таких аварий госавтоинспекция в конце месяца проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». ГИБДД напоминает, водитель в жилой зоне должен двигаться со скоростью не превышающей 20 км в час. Кроме того, при движении по внутридворовой территории следует быть постоянно готовым к тому, что на проезжей части в любой момент может появиться пешеход. 250 пар планируют заключить брак в Нижегородской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Всего до конца года органами ЗАГС Нижегородской области принято более 7 тысяч заявлений. Напомним, что сейчас у влюбленных есть возможность забронировать понравившуюся дату за год до свадебного торжества. Сделать это можно не только через прямое обращение в отдел ЗАГС, но и дистанционно через портал госуслуг. В администрации прошла встреча с сыровчанином-добровольцем, участником СВО из отряда имени святого благоверного князя Александра Невского. В ходе встречи боец рассказал об условиях службы. Их отряд обеспечен всем необходимым – продуктами, бутилированной водой, медикаментами, вещами. Единственное, что сегодня требуется бойцам – запчасти на автомобиле марок УАЗ, Нива, Соболь и резина на КАМАЗ. Если вы также хотите оказать помощь в закупке автозапчастей и резины для транспорта бойцов добровольческого отряда имени Александра Невского, сделать это можно с помощью QR-кода. Как формируется семейный бюджет, чем опасны необдуманные траты и откуда вообще появились деньги? Разговор о финансах с юными сыровчанами прошел в библиотеке имени Пушкина. Встреча «Денежки разные, денежки важные» прошла в рамках литературно-познавательной интерактивной программы «Библионии». Как жили люди в те времена, когда деньги еще не изобрели? Для чего вообще нужны деньги и как правильно ими распоряжаться? Очередную встречу в рамках проекта «Библионии» посвятили финансам. В легкой игровой форме с ребятами обсудили важные вопросы финансовой грамотности, погрузили их в вопросы денежных отношений. Как оказалось, многие уже сами учатся копить и распределять финансы, но каждый из них узнал для себя сегодня что-то новое. Нужно беречь деньги, ну например, вы купите, например, какую-нибудь ерунду, а потом ее съедите или, например, поиграете и бросите. Еще что я узнала, это что деньги – это важная вещь, потому что она улетает очень быстро, как вода. «Я узнала много нового, что раньше обменивались, а не платили деньгами. Обменивались разными перьями редких птиц, рисом, например, муки, пшена. Деньги появились уже давно, но не сразу». Время – деньги. Деньги любят счет. О крылатых выражениях и разных интересных фактах, связанных с финансами, ребятам рассказывали на интеллектуальной станции. Про историю их возникновения на Бартерной, о тонкости ведения семейного бюджета раскрывала уже третья станция – бюджетная. О тех, кто справился с вопросами сотрудников библиотеки, ждал сюрприз. «По итогам прохождения всего маршрута для них приготовлен небольшой вклад. Ну, в общем-то, у детей будет действительно возможность понимать, что если они решили сегодня правильно все те финансовые задачки, которые мы им предложим, то они получат вот такой вот небольшой подарок, как поощрение от библиотеки за участие в этом мероприятии». Встреча в рамках проекта «Библионии» проходит каждую среду в 14.00. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Воспитанница детской школы искусств Ксения Занина взяла звание лауреата сразу на трех вокальных конкурсах в Москве. Девочка исполняла три композиции и была единственной представительницей из Сарова. Ксения Занина собиралась с мамой в Москву на летний отдых и решила совместить приятное с полезным. Юная вокалистка попробовала свои силы в трех столичных конкурсах. На международном фестивале-конкурсе «Звезды столицы» было много участников со всех регионов России. Ксения отмечает, что у соперников был высокий уровень вокала. Саровчанка стала претенденткой на гран-при и вышла на сцену на галоконцерте фестиваля с песней «Небославян». «Нас бьет первого страна, но в наших времен кипит небославян». Ну, мы сперва выступали в зале, жюри решали, какое место дать. И был галоконцерт, где выступали лучшие здесь, которые, ну, если они поют на галоконцерте лучше, то они могут заслужить гран-при. Но я, может, немножко не так спела, вот, поэтому получила ряд первой степени, но это тоже неплохой результат. Также Ксении вручили специальный приз за любовь к истокам и сценический драйв. Теперь Саровчанка поставила себе цель – пополнить свою копилку наград и все-таки завоевать гран-при. Также Ксюша покорила жюри конкурса «Семь нот». С композицией «Нас бьют, мы летаем» она заняла второе место. В еще одном музыкальном состязании «Патриоты России» Саровчанка исполнила «Небославян» и новую песню «Путь» и стала дважды лауреатом первой степени. На всех трех конкурсах Ксюша была единственной представительницей из Сарова. Сперва волнение, то есть стоишь, очень боишься сильно двигаться, но потом как-то все проходит, прям буквально, за очень малое количество времени, все проходит, и ты как-то уже чувствуешь, что как будто в зале люди родные все, и ты просто вспоминаешь, как будто ты поешь моему педагогу, я пою, думаю об этом и пою. И у меня сразу проходит все волнение, и все получается. Ксения Занина участвует в конкурсах, чтобы раз за разом повышать свое мастерство, делать разбор и работу над ошибками. На творческом пути юную певицу всегда поддерживают мама и педагог Анжелика Ермакова. Я хочу еще поблагодарить моего педагога Ермакова Жигана Тольевну за то, что она поддерживает меня, как и мама, и совершенствует мой вокал, помогает мне совершенствовать. Ксения Занина и еще двое воспитанников Анжелики Анатольевны, Василина Афонина и Алексей Федин прошли отбор в творческий проект «Нуклеар Кидз» и 8 июля отправятся в Беларусь. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok